Этому лагерю не один десяток лет. Здесь ежегодно оздоравливается около 1400 детей, в том числе и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ребята с инвалидностью. Вчера тут стартовала третья смена лета. 600 путевок мы продали по Супреме детям Самарской области. 648 деток у нас отдохнут в трудной жизненной ситуации. Также ежегодно на протяжении уже 19 лет к нам приезжают дети с ограниченными возможностями. Проверку начинают с бассейна. Это, конечно, гордость. Лагеря, несмотря на простую конструкцию, купаться в нем удобно и безопасно. Душ здесь работает на солнечных батареях, но это не единственная фишка, которая делает этот бассейн очень современным. Воду здесь очищает специальный робот-пылесос, а теперь здесь есть еще и подъемник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Водные процедуры с этого лета доступны и для них. В целях развития системы отдыха и оздоровления из областного бюджета в этом году лагерю выделено 2 миллиона 465 тысяч рублей. Поддержали учреждения и городские власти. Из появившихся благодаря этому новшеств, кроме подъемника для бассейна, приобрели защитное покрытие. Также установлены молнии и отводы. Сооружена крытая интерактивная детская площадка для интеллектуальных игр. Заменен ряд асфальтовых дорожек. Еще один корпус полностью отремонтирован и введен в эксплуатацию. Для сравнения, Марине Антимоновой показали и старые помещения, которые, хотя и ждут своей очереди на ремонт, но поддерживаются в надлежащем порядке. По итогам проверки, освоение средств идет правильно и даже образцово-показательно. Такая ситуация далеко не во всех самарских лагерях. Я предложу провести одно из заседаний межведомственной комиссии здесь с приглашением тех директоров, у которых много предписаний надзорных органов, которые никак не понимают, как с этим справляться. Будем учить и проводить здесь школу руководителей. Дополнительные финансы лагеря будут получать из областного бюджета ежегодно. Это решение уже принято региональным правительством. Задача руководителей учреждений – преображать свои территории так, чтобы дети были довольны, родители спокойны, а у надзорных ведомств не было претензий по безопасности. Светлана Стребкова, Александр Дудко, Новости губернии.